Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Сегодня хочу поговорить с вами о сне духовном, о котором Давид говорит «Не дай мне уснуть сном смерти». Сон духовный – это очень опасное состояние духа. Когда человеку кажется, что он духовно бодрствующий, но однако он спит. Когда это приходит к человеку, как это случается, какое основание для этого, чтобы вот этот сон подошел к человеку. Я как-то спросил очередной раз у Господа нашего, дай мне тему молитвы и тему проповеди, Господи Боже. Дай, чтобы я мог передавать вот это твоему народу, и чтобы народ твой мог насладиться этим словом, Господи Боже, чтобы было на задании. Бог показал мне удивительный сон. Я увидел, что некто едет на трехколесном мотоцикле. Я сидел сзади у него. Но мотоцикл имел коляску. А в коляске сидел сын вот этого мотоциклиста, которому было приблизительно лет 10-12. Шел снег такой тонкий, и из лесу рядом с дорогой вышел волк. Волк тайно хотел подходить, и волк хотел похитить не меня и не водителя, а именно дитя водителя, сына водителя. А водитель в этот момент спал за рулем. Я быстро схватил руль из его руки и притормозил, и остановил, и не дал больше ему везти мотоцикл. Так закончился вот этот сон. Я спросил у Господа, что это обозначает. Бог объяснил меня, что людям, которым он доверяет, они имеют дело со отцом, сыном и Духом Святым. Это и есть вот эти три колеса. Сын этого водителя – это и есть его духовный плод. Волк – это сатана, который выходит из лесу, то есть среди людей. Он маскирован, замаскирован, чтобы человек не мог познавать. И сатана хочет вредить именно не чему-то, а именно духовному плоду. Он хочет вредить. Иисус сказал, если вы пребудете во мне, и я в вас, и слова мои будут пребывать в вас, то вы пойдете и принесете много плода. И Отец мой очистит вас, чтобы вы принесли много плода, и чтобы плод ваш пребывал. Вы знаете, очень важно, чтобы наш плод духовно пребывал. Нам кажется, что мы сегодня вот находимся в духовном состоянии, сегодня мы победоносно имеем шествие, и все. Мы должны понимать, что вот это шествие должно быть всегда. Всегда. Не день и не два, а всегда. Каждый день и каждый раз. Поэтому я сегодня с вами хочу дотрагивать принцип вот этого сна смерти. Мы возьмем несколько персон и будем говорить вокруг их. Первую персону, которую я хочу с вами дотрагивать – это Ной. Посмотрите, после потопа он засеял виноградник, виноградник дал свой плод, и он сделал вино, и он напился, и в пьяном состоянии разделся до гола, и уснул. Его сон был мерзким. Почему он уснул? Почему было такое состояние? Потому что в его жизни было нечто. А что? Послание Ефесянам говорит – не убивайтесь вином, в котором есть распутство. Значит, в жизни этого человека было распутство. Что и позволило проявиться вот этому сну? Когда человек распутен в своей жизни, когда он разбросан, не собран, вот эта несобранность, вот это распутство в человеке, в его жизни, позволяет ему терять духовное бодрое состояние. А человек должен быть бодрым, именно бодрым. Вот эта бодрость помогает человеку всегда иметь себя на том состоянии, чтобы замечать подход врага и не давать места. Посему Иисус говорит, что если хозяин дома знал бы, когда придет вор, он бодрствовал бы и не дал бы подкабать, чтобы войти и украсть. Так и мы, друзья, мы должны бодрствовать. И в этом состоянии, если у нас есть это распутство, мы не сможем бодрствовать. Это поможет нам Господь. Второе понятие, вторая персона, к кому я хочу обратиться сейчас, это Саул. Первый царь, которого народ получил от Господа, чтобы он царствовал над Израилем. Написано, что он спал с его войском, потому что Бог допустил этот сон в его жизни. А почему вот этот сон Бог допустил в его жизни? Почему? Почему этот сон пришел к нему? Давид со своим воином пошел, взял его кувшин с водой, взял его копье и ушел оттуда. Потом крикнул, он встал. А почему вот этот сон подошел к нему? Единственное, что есть, это зависть. Это зависть в жизни Саула, которым он завидовал Давиду. Давид уже был помазанником Божьим, и Саул завидовал. И хотел, чтобы Бог был с ним. Но для того, чтобы Бог был с тобою, не нужно кого-то завидовать. Наоборот, нужно покаяться. Отступить от греха. Не отклониться от Господа, а поклониться Господу. Не вокруг своего эго, как он попросил пророка, чтобы пророк почтение показал ему, и чтобы с ним он ходил в определенное место принести жертву. Потому что это же он, он же царь. А Давид не был таким. Он мог перед народом при обличении упасть и сказать, я согрешил перед Богом. Вот это бодрствующее состояние, когда человек принимает свой грех, а не противоборствует. Очередная персона – это Самсон. Удивительная персона. Этот прекрасный человек имел призвание от Господа. Но с ним что-то случилось. А что мог случиться? Израиль своего помазанника, Израиль своего спасителя связывал и предавал врагу. Постоянное предательство вокруг него. Недопонимание. Это приводило в такое состояние этого человека, что он устал. И он искал, где бы отдыхать. А для него дьявол приготовил ловушку. Это было Далило. И он часто туда ходил, и он отдыхал там. Он просто отдыхал. Он думал, что отдыхает. А фактически для него это была мощная ловушка. И он спал. Он свою голову положил на колени Далилы, и он спал. Почему спал? Потому что в его жизни был блуд. Независимо от того, друг мой, ты, будучи помазанником Божиим, если церковь предает тебя, если община предает тебя, если самые близкие люди предают тебя, не ищи твой покой в другом месте. Не ищи твое утешение ни в музыке, ни в кино, ни в людях, ни в каких-то отношениях, общениях. Всегда утешайся Господом. Никогда, никогда не утешайся человеками. Никогда. Это опасно. Это именно состояние сна. Именно тогда ты получишь удар. Именно тогда ты получишь урон. И потеряешь, потеряешь твое помазание. Потом цену ее жизни. Цену ее жизни ты приобретешь это. Как он сказал, умри, душа моя, свелистемлянами. Он с самого начала служения должен был это говорить, а не в конце служения. Так ты сейчас можешь это говорить. Умри, душа моя, смиримся. Умри, душа моя. То есть, пускай этот мир никогда не будет утешением для тебя. Очередная персона, о которой я хочу говорить, это наш прекрасный Давид. Библия во Втором Царстве говорит, что в то время, когда цари идут на войну, написано, Давид спал. Почему спал? Потому что вместо того, чтобы готовиться к войне, вместо того, чтобы направлять свои пути на военные, он как бы организовал свое войско и думал, что у него все в порядке. Вот если он не будет во главе войска, все будет хорошо, а он в это время будет спать. В его жизни было нечто, что позволило вот эту сну к нему подходить. Женщины. В его жизни были женщины. Это были его жены. У него было много жен. Вот эта беда всю его жизнь сопровождала его. Многоженство в его жизни всегда мешало служить Господу. А в конце, когда силы оставили его, когда его тело охлаждалось, он последнюю свою ошибку допустил. Он взял молодую. И эта молодая грела его. Но он не мог согреваться этим, потому что это уже был грех в его жизни. Из-за этой молодой его один сын убил его второго сына. Это нечто ужасное, что отцовский грех позволяет детям убивать друг друга. Поэтому вот этот сон подходил к нему. И вместо того, чтобы идти на войну, он лег спать. Кто ты, друг мой? Когда Господь не в войны должны идти. Когда твоей жизни эти войны должны продолжаться. Даешь ли ты возможность твоей общине действовать самой? Или ты в голове и в первых рядах идешь на войну, показывая пример твоему народу, как воевать и что делать твоим братьям и твоим сестрам, показать пример жизни духовной. Пускай Бог благоставит тебя. Очередная персона, о которой я хочу говорить с вами, это Евтих. Диане апостолов, 20 глава. Мы замечаем, что Павел продолжил свою проповедь до полуночи. И в полуночи в третьем жиле, на третьем этаже, на окне сидел один молодой человек, его звали Евтих. Он в глубоком сне, когда все слушали проповедь апостола Павла, он пошатнулся и упал. Что это мог обозначаться? Что если ты поднимешься даже до третьего неба? Если ты будешь на высоком уровне духовной жизни, до третьего жилья, но ты не будешь утвержден в твоей жизни? Одним глазом ты будешь в миру, другим глазом в церкви. Одним ухом ты будешь в миру, другим ухом в церкви. Одной рукой ты будешь в миру, Второй рукой ты будешь в церкви. Одной ногой в миру, второй ногой в церкви. Друг мой, ты пошепнешься и обязательно упадешь. И через апостола Павла Бог воскресил этого человека. И многие утешились после того, когда его привели живым. Я уверен, что он не спал. Уже слушал проповедь апостола Павла. И другие люди еще более убежденно и утвержденно слушали эту проповедь. Что бывает в жизни? В нашей жизни, когда мы спим, сон – это нечто, что нужно организму человека. Но духовный сон нам не нужен. Если десять дев уснули, это не обозначает, что это обязательный фактор. Нет. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, и они не будут умолкать ни днем, ни ночью. Да, если ты сторож Божий, ты стоишь на стене Иерусалима, ты не спишь, но день и ночь ты говоришь о Господе, ты напоминаешь о Господе. Твоя жизнь напоминает о Господе. Да благословит тебя Господь, чтобы сон смерти к тебе не подошел. Да благословит тебя Господь, чтобы ты был в бодрствующем состоянии. И как апостол Павел говорит, спим или бодрствуем всегда были Господни и с Господом. Чтобы в полуношном мраге, когда голос будет говорить, вот жених идет, мы всегда были готовы. Чтобы когда труба Архангела будет звучать, мы всегда были готовы. Чтобы мы никогда, никогда, ни одну секунду не теряли контакт и связь с Богом. Чтобы Бог всегда пребывал в нашей жизни, а мы в Боге. Пускай Бог сделает так, чтобы каждый, который будет встречаться с тобою, чтобы он встретился с Богом на земле. Благословит тебя Господь. Аминь. Мир дому вашему. Аминь.